Снежинки Для чего мне эта каска? И прочее в этом же духе. Идти оказалось недалеко. Буквально через пять минут мы подошли к небольшому отверстию в горе. Сапог сразу упал в глубокую лужу. Воды было посередину голени. После дневного света глазам было неудобно ориентироваться в темноте. Тусклый фонарик на каске выхватывал части штольни по направлению движения. Пробираться вглубь горы было неуютно. То есть вот так вот в принципе выглядит шахта. Теперь я понимаю гномиков, которые были очень сильно рады белоснежке. Спустя 50 метров воды уже не было. Хотя почему не было? Она была просто в другом агрегатном состоянии. Лед. Мокрые сапоги на такой поверхности чувствовали себя не очень уверенно. Я уже стал думать, как в такой сырой, холодной пещере может быть что-то красивое. Однако то, что я увидел в следующий момент, не оставило от этих мыслей и следа. А геолог, который бывает здесь так же часто, как у себя дома, сказал, что это не самое интересное. Дальше начнется настоящая красота. И вскоре она началась. Тысячи снежинок на потолках и стенах переливались в свете наших фонарей. Такая красота появилась в старой штольне из-за низкой температуры внутри, высокой влажности и отсутствия притока свежего воздуха. И для того, чтобы в этих условиях выросла одна снежинка, нужны десятилетия. Всех попросили быть как можно осторожнее. Одно неловкое движение, и десятилетний труд природы рассыпался бы под ногами. Под ногами, наверное, снег, то есть осколки льда. Это снежинки. Я так понимаю... Снежинки. Снежинки? Да. То есть они, а, они за время, что лежат тут, они разрослись, так сказать. Вот они падают, вот они падают. Ну, эти вот... А, вот эти снежинки, которые... Льдинки на самом деле. Вот они. Это снежинки такие. На обратном пути мы заметили еще одно прекрасное творение природы. Только уже не на потолке или стенах, а на полу. Зарождающийся сталагмит. Нарост, образующийся падающими с потолка каплями. После выхода из пещеры ощущения были такими, как будто ты только что побывал в сказке. В самом настоящем замке снежной королевы. Это потрясающе. Наверное, ничего подобного я в своей жизни не видел. И особенно впечатляет тот факт, что это находится здесь, у нас, в округе. То есть совсем рядом. Не надо ехать куда-то за полярия, за 3-9 земель, пересекать океаны. Приехать и увидеть своими глазами такую красоту. Это непередаваемо. Всю дорогу до базы Неройка мы с оператором Дмитрием Сыропятовым пересматривали на камере видеозаписи из Штольни. По прибытию на базу нам нужно было собираться домой. Как бы печально это ни было, но городские жители должны были вернуться в свою, привычную среду обитания. Два с половиной дня пролетели практически незаметно. И оглядываясь назад, вспоминается замечательная и потрясающая природа. Восхитительные по красоте места. И теперь не хочется садиться на борт этого вертолета, который привез нас два с половиной дня назад. Потому что ты уезжаешь из места, которое стало тебе дорого и близко. В котором ты оставил часть себя. Но, к сожалению, приходится уезжать в город. Но я точно уверен, что сюда, на Приполярный Урал, я вернусь. И скорее всего, еще не раз.